Встреча с новосибирским клубом Кавказ, ислам, исламизм, народы Кавказа, наше будущее, наше общение в этой сфере Человек профессионал, он работает в структуре МВД Только недавно вернулся с командировки из Кавказа Эти командировки, я так полагаю, Дмитрий, у вас не одна происходит Сейчас, секундочку Представьтесь, пожалуйста Добрый день, меня зовут Дмитрий Действительно, я по настоящее время прохожу службу Занимаюсь этими вопросами Достаточно в серьезной основе Много времени уделяю В том числе и своего личного времени Не только служебного Довелось много обывать, жить, общаться Учиться в Северо-Кавказском регионе В том самом регионе, о котором много приходится читать Слушать, смотреть в новостях Ну, вот первое, что я бы хотел сказать Спросить, Дмитрий, вот смотрите На сегодняшний день в наших средствах массовой информации Много очень говорится на тему Кавказа, ислама, исламизма Радикального исламизма и так далее Но практически никто не может эту тему глубоко затронуть Вы человек довольно грамотный в этом плане Я уже с вами неоднократно побеседовала Вот скажите, вот на Кавказе, когда вы были Как сами кавказские народы относятся вот к этой теме Как они видят себя вот в этой парадигме ислама Как они смотрят на радикальных исламистов Кто они для них? Вот как-то так Ну, трудно говорить за весь регион, да Или за все очень-очень разные народы, которые его населяют Даже если говорить о народах, преимущественно мусульманских Потому что там есть и христианские, православные люди Та же Северная Осетия, республика Северная Осетия, Алания Это христианский регион Это многоконфессиональный регион В том же Дагестане, говоря о исламе, там есть даже шииты на юге Небольшое количество, но... Лизгин Да, есть среди лизгин, представители шиитов Есть те, кто исповедует суфийскую ветвь ислама И те, кто придерживаются ислама в последнее время Ощутимо больше, конечно, это салафитская ветвь ваххабизм Такие тоже есть И в том же Дагестане, кстати Говорить о том, что ислам там однороден и просто понятен для нас Это было бы неправильно Действительно очень разные люди Разные представления И возникают определенные конфликты и противоречия Даже в повседневной обычной жизни Вот те, кого мы привычно ассоциируем с терроризмом, с экстремизмом Это как раз последователи до последнего времени этого ваххабизма То есть на протяжении уже десятилетий Работа по внедрению этой ветви ислама велась целенаправленно, системно Ближневосточные монархи, такие как Саудовская Аравия, Катар Тратили на это деньги, большие деньги Отдача от них определенная есть Определенные несоразмерные масштабы затраты, конечно, но есть В последнее время часть тех, кто примыкал к этому направлению Начинает, как-то условно говоря, присягать так называемому исламскому государству Запрещенной у нас террористической организации В какой-то степени это пока имеет единичный характер И скорее это пиар, чем фактическое наполнение Именно принадлежностью так называемому исламскому государству Даешь, как называют его на арабском Но это как бы первые признаки То есть и это влияние имеет место, к сожалению Имеет место такая реальная проблема Как часть определенной молодежи Она начинает испытывать интерес Именно к идеям Так называемого халифата Ну это в принципе понятно Это в общем-то мы видим И из наших средств массовой информации Я бы хотел как-то с вами Немножко глубже Вот вы все-таки свидетель Реальный свидетель вот того, что там происходит Вы участвовали в операциях Вы там в командировках специальных находитесь Вы сообщаетесь с местным населением Вот вы-то меня понимаете Но я хочу еще раскрыть это как бы перед теми, кто нас смотрит Как там люди, могут ли они разделить традиционный ислам Который существует на Кавказе И его ветви традиционного ислама От этого, как вы сказали, ваххабизма Но я сейчас несколько терминов произнесу Не для того, чтобы тут выпендриться перед кем-то А для того, чтобы люди по этим терминам Смогли заглянуть в Википедию Смотреть этот вопрос Ну допустим, я так считаю Его правильнее сформулировать даже не ваххабизм А такфиристский салафизм Есть такое понятие такфир Это неприятие всех других И салафизм это древнее течение, которое идет Ну еще берет начало своего, по-моему, 13 века От древнего ученого, там, мыслителя исламского таймия А потом, да, Аль-Ваххаб А потом уже Аль-Ваххаб уже в 18 веке вдохнул в течение свое Мохаммед Аль-Ваххаб, его надо называть Почему? Это очень важно, прошу обратить внимание Его имя было Мохаммед И это не просто так Дело в том, что этот дядя, он очень ревностно относился К своему предшественнику, пророку Мохаммеду И его учение было Вот некоторые аналитики говорят так Он хотел себя противопоставить ему И поэтому он даже свое течение назвал Ваххабизм по имени своего отца В общем-то, порядочного мусульманина А сам разрушал, допустим, могилы последователей пророка Разрушил могилы матери Амины, матери пророка То есть, вот такой вот вандал средневековый И его последователи, мы их сегодня наблюдаем Они тоже разрушают могилы, между прочим Они тоже идут по стопам своего вот этого вот Учителя Мохаммеда И он по-своему трактовал и Аллаха, и пророка, и так далее Это маленькое такое-то самое Так с чего, что я хотел спросить вас Как вот народы Кавказа, они понимают свои традиционные течения ислама И соразмеряют их вот с этим вот пришедшим к ним с арабских стран Хорошо, вопрос понятен, чем это я хотел сразу уточнить Мне в этом плане проще отвечать Мое пребывание на Кавказе, оно в меньшей степени связано с оружием С каким-то более привычным для нас телевизионной картинкой А с общением с людьми, жизнью среди них Поэтому я настроение могу понять и в той или иной степени их оценить Вот как раз то, что сейчас прозвучало Про те действительно средневековые нравы Они были, кстати, не только для Аль-Вахаба характерны Но если взять тот период истории Те, кто себя считали ревностными христианами Они были не менее жестокие по-своему Разнузданные, если мы возьмем крестоносцев Противостоящих своему противнику на Ближнем Востоке Они были примерно по нравам сопоставимы То есть по уровню гуманности Пониманию каких-то ценностей моральных Они были вполне сопоставимы Иногда даже представители воинов, которые хотели освободить гроб Господин Они иногда даже по уровню жестокости превосходили Более изуверские нравы имели На самом деле даже не хотелось бы момента затрагивать Кому интересно, они могут посмотреть А мы затронем, я, кстати, хотел об этом сказать Ну, даже такой есть штамп, такой стереотип Уже ироничный, да, когда говорят про христианских младенцев И их поедание Так вот, если про христианских младенцев Мы ничего в истории найти не можем То поедание младенцев мусульманских Имело место в ходе крестовых походов Они друг друга жрали Они отличались Это имело место Будь это говорить о нравах того времени Проблема нашего времени, трагедия в том, что Как раз и пытаются откатиться в этих представлениях об исламе В те времена, в те годы То есть, вот, словно машина времени Мы смотрим на кадры То, что снимают достаточно профессионально люди, которые работают на ДАЕШ Это словно возврат на несколько веков назад То есть, они берут строки из Корана Трактуют их совершенно буквально И пытаются применять Выборочные Да, причем Ведергивают то, что им надо Да, берут, естественно Из достаточно сложной книги Где очень много разных аспектов И они были к разным периодам времени Относились к совершенно разным ситуациям И применяют их по своему усмотрению Не только из Корана Сунны И Хафи, Кафизы Все это они трактуют по-своему порой В отрыве от исторической реальности В которой имели место быть Ну, даже, скажем так Ну, далекие от ИГИЛ люди Вот одна из переводчиц Она умудрилась переводить Коран уже с английского на русский Да, да, да Известная переводчиц Я только фамилию забыл Но, опять же, она тем же самым грешит Что и вот эти люди То есть, дословным пониманием Что вот она переводит И считает это как данное Что там отсекайте неверным конечностям Ну, я упрощенно говорю Речь идет, ну, вот все Можно толковать о том, что допустимы Пытки и казни в самом таком жестоком варианте На самом деле, речь шла в этой суре О обстановке перед конкретным боестолкновением Где неверными именовались язычники Те племена, которые воевали Против последователей пророка И отсекать имелось в виду Не конечности людей А нанести удары по флангам Это было записано Мухаммед был человек неграмотный Сам записывался Это как, можно сказать, выступление на военном совете Становится сурой И вдруг его поворачивают так Что в наше время нужно брать человека И отрубать ему руки и ноги Это будет достаточно таким В кавычках богоугодным делом То есть, вот эти нравы средневековые Пытаются внедрить В том числе в среду наших людей Да, наше общество Можно я походу вставлю Но раз эту тему коснулись Я просто хотел тоже эту тему Немножко пройтись по ней Раз мы говорим о традиционном исламе И вот этом привнесенном ваххабизме Салафизме тахфириском Сам пророк Мухаммед Вы правильно отметили совершенно Его надо понимать Не только в связи с Кораном Суннами И там известными этими Хафиза они называются Ну ладно, неважно Его надо еще воспринимать с историей С реальной историей История пророка Мухаммеда Она известна Это был человек-государственник Он для своего времени В арабских странах Был объединительным арабского мира Это был очень неординарный человек Но сам безграмотный Совершенно безграмотный Действительно Он говорил свои мысли Которые ему приходили откуда-то Их потом или запоминали Или записывали Или потом уже по памяти записывали И получился вот этот сборник Его как бы сочинений Коран Ну я про то, что говорю Его надо рассмотреть Только в связи с историческими событиями Вы правильно совершенно сказали То же самое он говорил Насчет язычников Но он же допустим К иудеям и христианам Относился совершенно по-другому Язычниками он считал одних А иудеев, христиан Он считал людьми книги Люди писания, люди книги То есть их трогать он запрещал Он с ними предпочитал договариваться Это реальная история Которую вот эти сторонники ваххабизма Они ее совершенно не знают Потому что те, кто пришел к ним Они трактуются совершенно по-другому Вот маленькая такая ставка Прошу прощения Нет, достаточно важная Потому что и сейчас многие Имеют смутное представление о том Какая подоплека была Историческая основа возникновения ислама На самом деле Базой, основой Стало христианство и иудаизм То есть ислам это и арамическая религия Продолжение иудаизма и христианства Объединение, продолжение И как бы логичное последование Для арабских народов Мухаммеду удалось совершить то, что трудно себе даже представить Достаточно дикие для того даже времени Кочевые племена семитские Если племена оседлые Исповедовали иудаизм И проживали в городах Была развита наука, культура, ремесла То племена кочевые Среди которых и проповедовал Мухаммед Которым он и принадлежал Плоть от плоти Это был сложнейший контингент И постараться привить им Те ценности, которые он воспринял Источником является, конечно Это иудаизм и христианство Это была незаурядная работа В этом его роль историческая Действительно там очень сложный жизненный путь И в каждом эпизоде были ситуации Которые могли лечь в основу Того или иного сюжета Который сейчас пытается трактовать по-разному Причем трактовать С одной стороны буквально С другой стороны действительно выборочно В своих сиюминутных интересах К счастью Этот процесс на Кавказе Спытывает объективно Большие затруднения То есть внедрение этих идей Они встречают сопротивление большое Со стороны среднего и старшего поколения Это почти не прививается Объясняю почему Традиционные представления о жизни, быте О семейных ценностях Там в корне противоречит тому Что пытаются проповедники Которые прошли обучение в Каире Причем зачастую они до этого никогда не жили Не общались Не имели каких-то серьезных отношений И дел в северо-кавказском регионе Как незабвенный Саид Бурятский Они пытаются продвигать эти идеи Если, допустим, почитание усопших И предков на Кавказе Очень развито и тщательно сохраняется То прибывший с Ближнего Востока проповедник Говорит о том, что этого делать нельзя Это категорически запрещено И вообще могилу его разрушить Да, потому что так он воспринимает борьбу с язычеством Что малейшее подобие надгробия Это считается у них проявлением язычества Идолопокое И это воспринимается, естественно, негативно У местного населения И таких моментов противоречия Их возникает на каждом шагу Особенно то, что касается суфийской ветви ислама Она на Кавказе традиционно сильна И многое то, что привычно И стало неотъемлемой частью их жизни Это объявляется именно языческим пережитком То, от чего должны избавляться Ну, если говорить о нацких народах Как ингуши, чеченцы, допустим Зикар категорически То, что стало привычным ритуалом для местных жителей Для приезжего проповедника Это заведомо дикостью Он с этим принципиальным, естественно, не соглашается Эти моменты, конечно, мешают воспринимать этих людей Но есть благодатная почва во всем этом Это то, что связано с социально-экономической ситуацией Безработица Фактически отсутствие социальных лифтов То есть молодой человек не видит перед собой жизненных перспектив И понимает, что чтобы достичь какого-то статуса в обществе Какого-то положения Должно пройти многие годы, так сказать И он не факт, что все-таки добьется уважения и почета И тут вдруг ему подсказывают Что есть очень короткий и простой путь Это последовать идеям тех, кто вербует сторонников В настоящее время это, конечно, исламского государства так называемого Да, попытка самоутвердиться Попытка как-то раскрыть и доказать свою значимость А помимо тех сложностей, о которых мы сейчас сказали Там еще никуда у нас не исчезла Ни система клановых взаимоотношений Когда в какой-то структуре занимает определенное положение родственники А другим уже доступа туда нет То есть, когда несправедливость, которую воспринимает молодежь Особенно остро перед глазами стоит Им услужливо тоже находят выход Что как можно и с этим моментом Не то, чтобы бороться, но как противостоять Вот, пожалуйста, джихад на Ближнем Востоке В той же Сирии Один из вариантов Что и почет, уважение, самоутвердишься Вот вы говорите, что люди старшего и среднего поколения Это не воспринимают А понимают ли они вот эти тонкости Между традиционным исламом и исламом пришедшим Как говорят вот эти вот Мы упрощенно называем ваххабитами Упрощенно так же называем салафитами Но сами они так себе не называют Они даже себе названия не называют Они сейчас называют себя неохариджитами Значит, понимают ли А, еще они говорят, что у нас правильный ислам Первое отличие ваххабита или салафита Это тот, который говорит Нет, вы неправильно верите У вас неправильный ислам Вот у меня ислам правильный Вот это уже все Первый признак, что товарищ попался Вот в сети вот этого вот Такфиристского интернационала Вот насколько глубоко понимание у людей В обществе вот этих вещей? Ну, по-настоящему людей, образованных в плане истории, ислама, традиций Недостаточно даже там на самом деле То есть те десятилетия, которые были атеистическими Они в этом плане, конечно, у людей оставили огромные пробелы И тут срабатывает какой-то другой иммунитет То есть обычная житейская настороженность и недоверие к чему-то, так сказать, пытающемуся навязать новому Это помогает, потому что легче всего, как говорят, на старые дружи, да Когда возрождалось мусульманство на Кавказе по-своему Это в духе тех традиций, которым были подвержены, придерживались отцы, деды Это все гораздо легче, чем те относительно молодые люди, которые появляются периодически И начинают эту определенную работу Но, что хотел сказать Эта работа, как я уже говорил, системная, целенаправленная Поэтому деньги большие тратятся на то, чтобы подготовить будущих имамов Которые должны были бы заменить тех, которые физически даже устранялись Устраняются до сих пор на Кавказе Когда тот, кто придерживается общепринятой у нас версии Оказывается в зоне риска И покушение происходит постоянно Особенно для Дагестана это характерно И их место занимают те, кто... Особенно у нас... Да, да И место занимают те, как раз, кто подвержен идеям салафитов Вот это очень хорошо почувствовали, например, в Чечне И в таком инистративном порядке Урегулировали вопрос об образовании Что учиться и в дальнейшем работать должны те священнослужители Которые получали образование непосредственно там Сейчас очень учебное заведение достаточно серьезное Там функционирует, исламское И никаких выходцев из Каирского университета Там не приемлют заведомо И поэтому Чечня этот вопрос пресекла И купировала как-то в своей... Даже несмотря на то, что там есть даже пара тейпов Которые открыто исповедуют ваххабизм Но они все равно купированы вот этой властью Потому что власть отдает отчет Идеологический отчет себе И прекрасно понимает, в чем таится опасность И вот о чем мы с вами говорили Что даже ислам не должен быть без истории Мне кажется, что не просто должен проповедник какой-то Получивший исламское образование Проповедник должен еще получить и историческое Ближневосточное образование Вот в чем Я слышал это, кстати Уже звучат такие мысли от умных людей Что у нас очень необразованное духовенство Это даже не только мусульманского духовенства касается Это касается, между прочим, и христианского духовенства Которое получает свое образование Только и лишь в религиозных каких-то школах И когда с ними начинаешь беседу То они совершенно не понимают истории Они не знают истории Они знают только свои догматы И то же самое касается мусульманских проповедников Вот когда они начнут получать Именно нормальное образование И научное, и духовное Вот тогда получится определенный результат Думаю, в Чечне мы, наверное, об этом задумались глубоко Да, и началось это еще при погибшем результате покушения Ахмад Хаджи Кадырова Он первый понял эти вещи Первый четко понял И противопоставил свою систему Вот этой вот ваххабитской На самом деле вопрос непростой У нас даже в бывшем союзе Если взять учебное заведение Где могли подготовить серьезного востоковеда Их было, ну, несколько, можно сказать Пальцев на одной руке хватило бы, чтобы посчитать Поэтому... В нашем Новосибирском университете Есть кафедра востоковедения И что? И она не звучала ни раньше И сейчас она пока не является кузницей кадров А тех, кто может серьезно с этой проблематикой работать Потому что это целый мир Это действительно огромный пласт знаний Который очень-очень серьезен И вот, кстати, вот при всей Несерьезном восприятии иногда Как политика публичного Жириновского Владимира Луфовича Он один из сильных востоковедов Но он специалист по Турции Один из лучших В бывшем Советском Союзе И сейчас он просто за каким-то таким Имиджем Да, шокирующим Скрывается то, что очень серьезная была подготовка Очень серьезное знание вопроса Но восприятие мешает именно вот такой подход Скажем так Ну, не знаю, Дмитрий Я не сторонник Жириновского Нет, я тоже не сторонник Политических взглядов нет Я про то, что пример востоковеда Оказывается, мало кто знает Я даже не сторонник его интеллекта Понимаете, я ничего от него не слышал Такого вот, чтобы меня натолкнуло на то Что он глубоко знающий востоковед Вот недавно, две недели назад Буквально, если люди интересуются В разведопросе Дмитрия Пучкова Выступал молодой историк Доцент Парень, ну, лет 30, ему не больше Дмитрий Овсяников Вот посмотрите Там так и называется передача Про Чечню И он очень грамотно В течение часа с лишним Излагал вот эти вот теоретические выкладки У него такая не очень хорошая дикция Ну, еще опыта мало Ну, послушайте, те, кто интересуется Вот именно за смыслом этой передачи Эти вопросы очень серьезные Я вот могу только добавить к тому, что вот Дмитрий Овсяников сказал Я бы с ним не согласился там в нескольких вещах Могу сказать это перед камерой Он почему-то относит кавказский сунизм к шофеитам традиционным Хотя во всех справочниках, во всех википедиях И хоть что, откройте любое Ну, вообще у нас наш сунизм, традиционный российский сунизм Он относится к ханафитской школе правовой Это все знают Ну, как-то он тут, по-моему, неосторожный парень Он мог в этих, как говорится В масхабах немножко сбиться, оговориться Потому что у нас все это со времен Советского Союза Достаточно хорошо известно Известно, да Я почему хочу, чтобы эти слова прозвучали Чтобы люди вот по этим терминам просто сами посмотрели Есть четыре мировых масхаба Суницкой школы правовой Это ханафитский, который вот распространен В частности у нас по всей территории России За исключением некоторых участков Шафиитский, ханбалитский и малекитский на Северной Африке Так вот, чтобы еще немножко коснуться теории ислама Я бы это очень хотел Мне эта тема очень интересна Я сказал уже, что был такой проповедник Таймия Средневековый От которого вот пошла вот эта вот салафитская школа До него еще был где-то в 10 веке, по-моему Такой ханбал От которого пошла ханбалитская школа Так вот он как раз был предшественником Таймии И вот этот ханбалитский масхаб Он и является основой ваххабизма Вот это вот теоретики ислама, они должны понимать Почему еще она чужда нашей российской школе ханафитской Потому что она основана на ханбалитском масхабе Ведь ханбал был предвестником Таймии Вот этого вот радикального ислама Вот это немаловажный момент Еще там очень много всяких вот тонкостей Допустим, почему я назвал слово неохариджиты Недавно вот буквально передача была Как брали какую-то радикальную группировку там в Дагестане И показывают книгу И книга, кто такие неохариджиты Я выхватил у меня сразу Я потому что это выхватываю сразу Вот для того, чтобы понимать, кто такие неохариджиты Люди должны понимать, кто такие хариджиты Да, для этого надо знать историю ислама Историю, как он возникал Хариджиты, это прям буквально коротенько Потому что это очень интересно Это когда ислам развалился вот на две вот эти воинствующие группировки Из которых потом получились шииты и сунниты Когда они начали войну между собой Шиитов вел Али Это зять и племянник пророка Это прямой потомок Сын которого, Хусейн, был уже настоящим внуком пророка Так вот, была партия Шиа Али Из которых образовались потом шииты Так вот, когда они схлестнулись с Амиядами Амиядов привела Это знаменитая его жена пророка Как она? Аиша Аиша Да, она пришла с Амиядами И начала войну с Али И Али практически, войска Али выиграли Амиядов В какой-то битве, это люди могут сами найти, не важно Но Али, следуя законам ислама, следуя справедливости Решил согласиться с победой противопоставшей страны И вот за это, за то, что он не пошел до конца От него отсоединилась партия Они так и назывались Отсоединившиеся хариджиты Которые его зарезали Просто зарезали Али убили хариджиты Потом они уже переместились на определенную территорию Сейчас потомки хариджитов находятся в султанате Аман Их называют ибадиды Так вот, для тех людей, кто грамотный Дело в том, что мировой ислам разделяется на три ветви Шиизм, сунизм и ибадиды Но они не настолько многочисленные, чтобы сравнить Но тем не менее, теоретики ислама это выделяют Так вот, отсоединившиеся, несогласившиеся, непримиримые Это и есть хариджиты И те, кто из вот этих вот теоретиков ваххабизма Назвал их неохариджитами Они в принципе правы Теоретически, логистически, они правы Они назвали себя неохариджитами То есть несогласными со всеми Ну понятно То есть это завалированное слово такфир То же самое такфир, это и есть неохариджит Ну это маленькое теоретическое отступление Для того, чтобы люди, интересующиеся этими темами Открывайте, смотрите по терминологии Разбирайтесь Потому что то, что показывают нам в телевизоре Тех аналитиков и те, кто рассказывает нам о том, что происходит в мусульманском мире Очень мало людей, которые в этом разбираются А если они разбираются, их ставят такие условия, что они рассказать об этом не могут Вот эти вот все передачи, где несколько людей друг на друга орут Ну это просто, ну, может их воспринимать только человек подготовленный Но никак не людей И что интересно, что есть несколько сильных востоковедов Но они в какой-то степени немного, в той или иной степени, как бы зашорены Если мы возьмем Сатановского, например, Евгения Яновича У него всегда подоплека такая, что Иран это враг, а Израиль это молодцы Если взять Багдасарова, у того другой, совершенно другой Армяне и курды это наше все, а всех остальных мочить Поэтому нужно подходить взвешенно и критически ко многим, кого приходится слушать Для чего им нужны востоковедческие школы? Серьезные, прямо независимые, объективные востоковедческие мыслители, аналитики, да? Но с этим дефицитом не скоро справимся, потому что это ни одного года и даже ни одного десятилетия проблема А я считаю, что это прежде всего надо, чем какие-то грамотные имамы подготовленные Прежде всего нужны грамотные востоковеды, специалисты востоковеды Наверное, так И все-таки поближе к теме, Дмитрий Ильич, вот еще раз, вот все-таки среди местного населения Насколько, вот как они, вот вы были в Дагестане, да? Больше всего у меня Ингушетия, конечно, у меня всегда, Чечня Больше всего у меня, как бы, друзей, родственников, знакомых, сослуживцев Это Ингушетия Достаточно такой однородный по сравнению с Дагестаном регион Не такой многочисленный, как Чечня И где все друг друга знают, насквозь буквально Там, допустим, своих, ну, больше всего, конечно, старшее поколение Своих родственников в пределах 30-40 разных фамилий они знают То есть там такая возникает в повседневной жизни интересная ситуация Что, допустим, может познакомиться парень с девушкой Какие-то серьезные намерения возникнуть А ему старики и его родственник скажут Подожди, извини, она приходится нам доделать То есть там настолько все друг друга знают И вот там нередкость такая ситуация Когда в одной семье, даже в рамках, скажем так, одной фамилии Не то, что Тейпа, Большого Клота, Менения, Клана Нет, буквально с одной и той же фамилией Могут быть те, кто, образно говоря, ушел в лес И ведет деятельность, связанную с Бан под полем И те, кто воюет с террористами Это может быть в рамках одной семьи И, скажем так, те, кто уходит в лес На сегодняшний день, к счастью, это абсолютное меньшинство То есть в большей степени это, конечно, исключение Это характерно для очень молодых людей, к сожалению То есть потерянными оказывается именно поколение На рубеже, закончив школу, обычную среднюю школу, 11 классов Человек оказывается порой уже под влиянием боевиков И практически порой готов уйти в лес И присоединиться к действующим ячейкам В первую очередь они оказываются под влиянием В нем так называемого, в кавычках, правильного ислама Как им внушают Они все говорят, у нас правильный ислам И начинается Все глубже и глубже Выступление их в этом информационном пространстве Они тут же вкатываются в какие-то группы, подгруппы Которые может кто-то контролировать, кто-то не контролирует А если контролировать, иногда не понимают Что они уже в этом своими мозгами попали Потому что люди, рассуждающие о том Что Аллах для них все, а все остальные ничто Это уже и есть отголоски правильного ислама У нас были в Новосибирске такие случаи Ну вот, как-то так Ну, как мне показалось, вот эта молодежь Я общаюсь с ними как В большей степени канал поступления информации Вот такой, экстремистской Это интернет, не знаю Интернет, интернет, я про это говорю Они в планшете, глядя Я интересно с этим беседовал Молодым человеком Ну, если придерживаться строго всех канонов Ты должен этот планшет просто выкинуть И больше у него нет Что запрещены изображения людей, животных Ты их там с удовольствием разглядываешь И там же читаешь тексты, которые тебя приводят к мысли о том Что то, что происходит вокруг тебя неправильно, несправедливо А кто-то тебе подскажет, как должно быть И какие твои действия в этом плане То есть не в обыденном общении Порой для родственников бывает шоком И неприятным открытием Что ребенок уже попал под влияние А попадает, общаясь в интернете Находят там общий язык как-то Видимо, тоже люди подготовлены этим заниматься Не случайно Потому что отклик находится Тут как в маркетинге каком-то То есть, да, если там обратиться к тысяче, там, к другой То сколько-то человек отреагирует И попадут уже в дальнейшую разработку Дальше будет внимания уделяться И он будет так или иначе втянут в этот процесс Но на сегодняшний день соотношение Ну, оно, конечно, относительно благополучное Причем ликвидация лидеров И изоляция их от остального общества Она привела к некоторому оздоровлению Когда там работал, в кавычках, назовем это так Да, Саид Бурятский, он же Тихомиров Он смертников готовил достаточно уверенно То есть, у него получалось средней молодежи Не просто вербывать Это не его работа, когда устранили Саида Черкейского? Нет, уже не было Саид Черкейский, это Дагестан Это среди русскоязычной молодежи Был найден отклик Да, бывшая актриса Махачкалинского театра Пошла на теракт Нет, уже не было живых Саида Бурятского Но идею, как раз, когда он клеймил сторонников Софийской ветви ислама Тех, кто принадлежит к тому или иному тарикату Он их как язычников Ну, оскорбительно для них он ввел эту свою пропаганду Но отклик находил, что смертников среди молодежи он готовил Это было на территории Ингушетии, у него в основном работа, его деятельность происходила А в Дагестане Это салафийские проповедники, которые тоже нашли отклик, в том числе даже вот среди русскоязычных Причем там девушка незабитая какая-то там из глубинки А она, да, она работала в театре Актрисы, тем не менее смогли Для тех, кто, может быть, не знает Вы можете посмотреть Саид Черкесский Это классический суфийский храповедник Уважаемый человек шевел Очень уважаемый Тысячи последователей Тысячи этих было у него учеников И кроме него там еще десятки таких проповедников суфийских были убиты Там тоже для того, чтобы люди могли проверять на территории Кавказа Есть три, два очень распространенных суфийских тариката Это тарикат Кадирия на территории Чечни и Ингушетии И тарикат Нагжбандия, который вообще распространен по территории России, кстати И не только Россия, еще и на Ирак уходит Кстати, основатель тариката Нагжбандия, Бахуадин Нагжбандий Его мавзолей, это святыня в Багдаде Большая святыня такая, мавзолей похороненный И он наиболее распространенный, вот этот тарикат Нагжбандия И отголоски этого тариката идут на все направления российской школы ислама На ханафитской правовой базе накладываются отголоски тариката Нагжбандия Это на всякий случай я говорю, потому что его последователи, ученики Когда он умер в конце 14 века Они пришли проповедовать с проповедью на территорию России В том числе на территорию Сибири На вот эти все поволжские татары Ну да Сибирские татары Ислам, который для нас Они опонули как раз вот эту философию Близок и понятен татар Да, и если мы говорим о том, что мы должны разбираться в традиционном и приносном исламе То эти вещи необходимо знать И эти вещи надо говорить, об этом надо постоянно говорить Даже чисто внешне люди традиционного ислама Отличаются от тех, кто нахватался вот этих радикальных школ Даже по головному убору можно уже сразу отличить Ну это характерно, я немножко перебью Здесь у нас они выделяются То есть те, кто придерживается Салафийских взглядов По бороде, ношению Определенных элементов одежды На Кавказе они стараются не выделяться Потому что внимание правильных органов местных Сразу к себе, чтобы не приковывать Поэтому там труднее Отличить А здесь, да, здесь больше безопасности Я не понимаю, что здесь мало кто понимает эти вещи Они больше безопасности И я так удивляюсь Просто удивляюсь Неужели нельзя увидеть и как-то присмотреться к этим людям Чисто внешне это спокойно можно делать Могу сказать, что в целом Недооценена опасность Вот этого влияния На такие регионы, как Поволжье Например, Татарстан Ничего себе Она у нас не звучит в операционном поле Но на самом деле Там идет эта работа По внедрению И если на Кавказе Там среда этому сопротивляется Активно Я уже повторюсь Старшее, среднее поколение С каждым годом, кстати, все эффективнее Ну да И люди уходят Те, у которых оставалось Сформированные взгляды Устойчивые Каким-то воздействием извне А молодежь, она более податлива То в таких регионах, как Татарстан Там уже меньше было Вот этих традиционных представлений То, что называют на Кавказе адаты Там такого нет И там легче Вот эту пустоту В нравственных ориентирах Да, молодежь Заполнять уже содержимым Тем, которое можно привнести С Ближнего Востока С того же Каирского университета На самом деле, кстати, не само учебное заведение Виновата А то, что вокруг него сложилась Там ситуация такая, что множество проповедников С таких сообществ, которые нацелены на пропаганду Именно ваххабистской ветви То есть не то, чтобы там прямо с кафедры читали Эти идеи Но вокруг все способствует вовлечению Выявляют людей податливых Их берут в разработку там еще То есть это не политика университета Или там, не знаю Как бы государственная власть в Египте Нет, там с этим даже достаточно жестко борются Или в всяком случае пытаются бороться И достаточно жесткими методами Тем не менее Именно оттуда приходят Те, кто потом пытается у нас Насаждать эти идеи Да, ислам это очень сложная штука И трактовать его вот так, как трактуют Вот эти вот Исказители ислама Это, конечно, просто Ну было бы смешно, как бы не было так грустно Я еще так Ну еще пару терминов скажу людям, кому интересно Кроме вот четырех основных школ сунизма Сунизм еще разделяется на две догматические школы Это ашариты и матуридиты Вот к ашаритам относятся ханболиты и шафииты Это наиболее радикальные школы ислама А в матуридитам относятся более такие мягкие и спокойные школы Ханболиты и Маликиты Так вот, у нас все всегда мыслители Всегда говорили, что российская школа ислама Она такая миросозрцательная, философская Она спокойная Она способна улживаться с любыми людьми Она способна инкорпорироваться в любую систему Но вот радикализм пригнес в нашу молодежь И последователей ислама Новые течения, новую догматику, новые веяния И эти вещи аналитики должны очень четко понимать Аналитики и правоохранительных структур Тем более Опять же кадровый голод в этом плане ощущается То есть, как весь набор исчерпался в прошлом Как отличить ваххабита от не ваххабита Борода, опять же, характерная Бритая верхняя губа Это не ношение определенных элементов одежды Все это сейчас они успешно маскируют, не придерживаясь То есть на Кавказе уже это не критерии А они себя даже и ваххабитам не относят Они даже к ваххабитам не относят Надо их называть радикальными исламистами Можно правильно называть еще названия Но себя-то они радикалами не считают Разговаривание просто говорит о том, что у них более правильное понимание Более истинное Правильный ислам Да, более истинное они Как только человек говорит, у меня правильный ислам Вот их первое Что должно настораживать Потому что даже если он еще не перешел Стадию какой-то активности Но он уже черту проводит между собой Как правильным верующим И остальными, как теми, кто заблуждается Это уже Либо в разработке его готовят к определенной роли Либо он уже сформировался И сам уже ищет тех, кому можно попытаться внедрить те или иные идеи Ну, тем не менее, Дмитрий, приятно, что в наших органах есть такие люди, как вы Люди, которые работают не слепо, а вздумчиво Спасибо за эту беседу Спасибо вам Я думаю, если что-то будет еще интересное, мы обязательно встретимся Спасибо всем Спасибо